Здравствуйте, уважаемые подписчики! На любом участке есть место, где постоянный тень. И вырастить там что-либо очень проблематично. Но есть теневызносливые растения, которые предпочитают расти именно в тени. И одно из этих растений – кочедыжник женский. Сейчас мне сразу зададут вопрос, а есть ли кочедыжник мужской? Нет. Кочедыжника мужского нет, есть щитовник мужской. Но мужской и женский папоротник – это называют чисто условно. Там была биологическая путаница. Никаких женских, мужских папоротников нет. В том понимании, что есть растения с тычинками, растения с пестиками. У папоротника цветов нет вообще, у любого папоротника. Это одно из самых древнейших растений на Земле. Как говорят ученые, были времена, когда на Земле растили только хвощи, плавные и папоротники. И они тогда еще не умели размножаться семенами, у них не было цветения. И размножаются они спорами. Это так называемые спороносные растения. Вообще папоротники все довольно-таки загадочные. И людская молдва издревле наделила их мистическими свойствами. Но и самый мистический из всех загадочных папоротников – это именно кочедыжник женский. Вообще его еще в народе называют ведьмина трава. Слово кочедыга обозначает корявый корень. Но корневище у этого растения действительно такое все корявенькое. Но не знаю, верить ли верить этим поверьям. Поверья говорят, что если кочедыжнику понравится хозяин, то он его наградит какими-то мистическими дарами. Но опять-таки еще повторюсь, верить этому или не верить – дело каждого. А вот, например, я подбираю растения, чтобы они, во-первых, были красивые, а во-вторых, чтобы они мне и украшали участок. И кочедыжник – вот именно то растение, которое я хочу посадить под деревьями, чтобы там было у меня красиво. Кочедыжник размножается частью корня, корневищем. И в продаже мы можем увидеть вот такую вот часть этого корневища. Вот здесь уже начали отрастать лисья, и у папоротников они называются ваи. Они вот такие полупрозрачные, потому что, наверное, света не хватило. И вот в таком виде растения сохранить до посадки непросто. С одной стороны, оно во влажном торфе, а с другой стороны, корневая система работает, раз начал расти надземная часть. И вот такое корневище до посадки я бы советовала посадить в горшок. Вот под пленкой они растут даже еще быстрее, и их вот довольно-таки много. Берем посадочный горшок такой, чтобы вот это вот все корневище хорошо там поместилось, помещаем его, аккуратненько вот эти ваи приподнимаем, чтобы они не засыпаны были землей. И можно засыпать вот остатками торфа, в котором растение продается. Или можно засыпать любой торфяной землей. Вот примерно вот в таком виде растение и будет ждать высадки в открытый грунт. Кочедыжник, как и все папоротники, любит влагу. Он не любит сырые места, но любит влажные места. Поэтому пока вот наш кочедыжник вот в таком состоянии ждет высадки, надо его изредка умеренно поливать, не допускать, чтобы земляной ком пересыхал. На постоянном месте его тоже нужно будет поливать. И кочедыжники – это лесные жители. И лучше всего сажать их под деревьями, где много перепревших листьев и много органики. Потому что кочедыжник приспособлен расти вот именно в такой почве. Так как кочедыжник – спороносное растение, в плодоношение он вступает на 10-12 год и плодоносит он спорами. Споры образуются на обратной стороне листа. И лет 10 у вас кочедыжник порастет, и тогда только можно будет ждать поросли. Но вот кочедыжник женский дает поросль, которая образуется вот именно вокруг вот этого куста, и он образует такие небольшие куртинки. В отличие вот от других папоротников, которые могут целые заросли образовать. Поэтому кочедыжник довольно-таки хорошо выращивать на участке, чтобы потом не бороться с ним как с сурным растением. Кочедыжники очень хорошо растут в соседстве с хостами, которые также тенелюбивые. Можно посадить к ним в соседей раннецветущие луковичные, те же сцилы, крокусы, галантусы. И тогда вот этот участочек у вас всегда будет хорошо выглядеть. Раннецветущим луковичным нужен свет, но деревья пока еще не в листьях, и тени пока еще нет. Многие папоротники съедобны, но это не относится к кочедыжнику. А кочедыжник, как называют его ботаники, умеренно ядовит. Поэтому в пищу употреблять его не стоит. Но я думаю, и ни у кого не возникнет желания вот что-то съесть из этого кочедыжника. А вот участок, да, будет очень интересным. Любите ли вы папоротники? Есть ли у вас на участке папоротники, и трудно ли их вам вырастить? Делитесь с нами. Ну а у меня на сегодня все.